Всё, мне сделали камеру, ура! Ура, 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 ура! Вот это круто! Так, как же их себе повернуть? Да, вот так. Всё. Приветики, всем приветики. О, Захар! Захар Соленко, я вижу тебя, Захарушка. Привет, солнце моё, радость моя. Где ты, как ты? Напиши что-нибудь, напиши что-нибудь. А можешь даже позвонить, если хочешь. Давай я тебе добавлю. Давай я тебе добавлю, Захарушку. Давай, где он у меня? Так. А как добавлять-то? Что-то у меня не получается. Захар, позвони мне, позвони. Ну, помахать. Я тебе помахала, а всё остальное ничего не могу сделать. Вот как мне тебя добавить, даже не представляю. Ну, ладно. Уже видели сегодня? Да, да, сегодня я уже заходила. Но я не смогла сохранить эфир. Я забыла, что наверху вот показывает там время и сколько времени. Ну, есть ограниченное время. И я забыла, видите, вовремя. И она у меня как? И сорвалась, и не смогла сохранить. Иногда даже, когда срывается, я сохраняю. А бывает такое. Но сегодня уже не получилось. Там, Марина, настроение у меня хорошее. Просто за детей немножко страшно. Вот. Дочка с Бетечкой в Москве. Сын у меня в Сочи. Надеюсь, что хватит им разума на то, что они не будут говорить, что коронавирус не существует. Я на это очень надеюсь. А вот. И что они разумно отнесутся к этой ситуации. Марина, какое лучшее приложение скачать на телефон, чтобы номер языка. А, ну, бусуком, я вам говорила. It's too early. I wanted to eat in the beginning. So, after I will bring the tea. О, привет, Яночка. Красавица моя, привет. Я надеюсь, что у тебя все хорошо. Я тебе сейчас напишу после эфира обязательно. Привет, моя хорошая. Ирочка, я тебя вижу. Ники, 75, я тебя вижу. Куда-то у меня пропала моя... Неля, Неля у меня пропала куда-то. Чуть давно не заходит ко мне. Мы в джунге. Шашляки. Вас не хватает на джунге? О, круто. О, супер. Я в Китае. Я в Китае. О, я в Китае. Это будет, я потому, что это будет холодно. Я люблю холодный чай, но я еще не ехал. Вы хотите холодно? Нет, я хочу холодно, конечно холодно, но... А после вечера? Да, после вечера, конечно. После вечера, конечно. Спасибо большое, извините. Это слишком early, что вы мне привезли кофе и чай. Привет. Привет, красопедка. Вы где? Я сейчас нахожусь... Девочки, я вам сообщу сейчас очень хорошую новость. Посмотрите на мою камеру. Она работает. Подожди, сейчас переверну. Смотрите. Я пришла все-таки к этому засранцу китайцу и попросила, чтобы он мне поменял камеру, которую он мне вот такую говняную поставил, иначе сказала, что буду делать скандал. И он как миленький взял и поменял мне бесплатно. Вот так вот. Я не думала, что так быстро принесут, иначе я бы не зашла в эфир. Обычно так быстро не приносят. Это, конечно, не шашлыки, девочки. А, как я хочу шашлыки. Боже мой. Спасибо большое. Спасибо большое. Торции, конечно, у них какие-то гигантские. Карантин пока еще не сняли у нас. Мы соблюдаем респираторный этикет. Вот. Ходим в масках. Таков у нас закон. Вот. И так будем ходить до конца апреля. Вот. Вот. Грамотеба, ламазок, ловем злату, майян. привет 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 приятного аппетита спасибо вам девочки я не думала что так быстро принесет поэтому зашла теперь уже будут не буду выходить если вы не будете меня ругать буду вместе с вами ужинать и с вами болтать мне скучно хотя скуки не бывает на самом деле как вчера сказал садальский мне так понравилось скучают ненаполненные внутри люди мне просто без вас скучно я по вам скучаю заказала зелень зелень только зелень девочки вот такой салат зеленый ну круассанчиком я побалуюсь обязательно потому что но очень захотела хлеба давно уже не ела не ем хлеб побалую себя круассанчиком of course тебя и мальчики смотрят выпускай смотрят ничего страшного гречка резко 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 быть ком молодец у нас тоже все есть и туалетная даже в туалетная бумага это туалетная бумага прям как анекдот стал в россии теперь и и да и Смотрите продолжение в следующей части. Коронавирус, с днем тебя. Не шутите, мои хорошие, не шутите. Относитесь к этому серьезно. То, что коронавирус не существует, это бред. А вот паниковать не стоит, но и думать, что не существует, это тоже небезопасно ни для себя, ни для общества. Ни для окружающих. Он, конечно, ест, но надо нам обезопасить себя. Это наша задача. Смотрите, какая у нас обстановка. Девочки, нормально. У нас все больницы закрылись. И новых заболевших не поступает уже давным-давно, 9 числа. Мы просто шутим, да. Относитесь серьезно, да. Шутки это хорошо. Но я просто про тех людей, которые говорят, что коронавирус не существует. Это небезопасно, так думать. Это нехорошо. Потому что в таком случае человек может расслабиться и может подхватить себе какую-нибудь, не дай бог. Вот какой-то инфекциолог попал в больницу. Мне прислали ролик. И сегодня мне уже сказали, что она уже умерла. Ну, дай бог всем нам счастья, здоровья и безопасности. Ну, это мы можем сами себе принести. У меня сестра в Америке давно уже сидит на карантине. Когда я ем, я глухинем. Я буду читать. Ем всякие травы, девочки, травы. Ничего особенного. Положили мне травы и завернули мне травы в рулет. Что уже его надо было заворачивать? Можно было и кидать сюда эти травы тоже. Слушайте, так оно выглядит. Спасибо. Осмелела, девочки, осмелела. Раньше я в рестораны не ходила и боялась. Сейчас как-то сколько такое стоит там. Сейчас я посмотрю. На 58 это 600 рублей. 600 рублей. Вот такая вот тарелочка. Полная там огромная порция. Стоит 600 рублей. Простите, она уже у меня некрасивая. Почти доела. Тут идут травы, идут с семечками. Стоит. Продолжение следует... Дорого? Да? Ну, это такое заведение какое-то новомодное. Это, знаешь, как будто я сейчас нахожусь в месте, как у вас ЦУМ в Москве. Типа такого места здесь всякие оригиналы продаются. Вот. Здесь, наверное, дороже все. Я так полагаю. Ну, в других местах такое не купишь, потому что это не китайская. Китайцы такой европейские салаты не делают. Марина, привет! Это Альбика как-то. Хорошо, Альбика. Теперь за вас переживаю. Наши супы можно столько и один купить. Ну, это Китай. Китай дорогая. Дорогая страна, я всегда говорила. Тем более здесь этот торговый центр как у вас ЦУМ. Тайкохуй называется. Тайкохуй. Торговый центр забейте. Тайкохуй. Тайкохуй. Это как у вас ЦУМ. Название крутое, да? Тайкохуй. Я всегда говорю. Тайкохуй. Торговый центрassa. . Торговый центр забейте. Торговый центр забейте. Торговый центрasternовой процессорговой Я всё равно давлю хуй. Как всё на хуй? Вот так вот. А у меня... Помните Лиля, Лиля? Девочка, которая у меня была в гостях, потом на Бали улетела. Я часто забывала название Тайкухуи. И всегда ей звонила Лиль, когда мне нужна была на такси поехать в это место. Я говорила, Лиля, как же называется то место, где вот все оригиналы, всякие оригиналы продаются? Ну, Марина Тештановна, ну как вы не можете запомнить? Ну, запомните слово хуй. И всё, добавьте туда Тайку. И всё, и всё на своих местах, говорит, станет. После этих слов я запомнила навсегда Тайкухуи. Вы знаете, они мне положили Тайкуху, но она у них не варёная. Как его есть не варёная? Не знаю. Немножко так обжарили. Практически она сырая. Сырая. Пусть тут теперь роскошь. Не скажите. За любой даже борются. Готовы горло перегрызть. Лишь бы был. Лишь бы был. Лишь бы был некоторым. Ау. Алло. Ха-ха-ху-ху. Ха-ху-ху. Тайку, Тай. Тайке и хуй. Ха-ху-ху-ху-ху. Ха-ху-ху-ху-ху-ху-ху. Теперь я запомню. Я также запоминала. Ха-ху-ху. у вас цун прилично здесь тайко хуй почти сырой сырая тыква немножко обжарили все порция конечно девочки я уже не могу но жалко оставлять лучше поем сайт 600 рублей подавлюсь на землю ахахахаха никому нет ахахахахаха все таки тема хуй оба сайт тема лексику женщине и не только где я живу ни сума ни хуй ни хуя не нету девочка пишите не могу ешу там ни хуя не хуя не отбил Субтитры сделал DimaTorzok С тетей, дядей и Мариной со своим хоем Скажи, пожалуйста, извинись перед ними от моего имени Я тебя прошу, Ирочка, особенно перед мамой Да и перед тетей, перед дядей, перед всеми, извинись Я думала, что тут все между нами девочками А тут оказывается, что люди старшего поколения нас смотрят Спасибо, Боженка! Спасибо Это было вкусно Наушники надела Советы! Ты мне тут наяривал, наяривал, в любви признавался А теперь он уже занят у тебя, да? Ох ты! Хулиганье, жулье! Жулье и хулиганье! Звонят у меня одна клиентка, которая... Ну, перезвоню ей Армани Питер Знаете, я вот так вот сделаю, да? Во время эфира иногда выхожу Когда я трапезничаю, скажем так Если вам это неприятно Я же не к вам домой пришла Не в ваш эфир же зашла С моими устоями Вы просто выходите И переживите это молча Не обязательно писать Этот стресс Ни хоу Девоча А, че си теперь кричу тормозить и есть хочу как дети эти хорошо надеюсь что они легко переживут карантин сожалению очень расстроена что их нет рядом со мной сейчас я бы с удовольствием бы приняла бы их и но тата не хочет ехать в китай потому что она боится что после китая битву в америку не пустят вот но это ее выбор я конечно очень хотела бы чтобы она они были рядом со мной очень бы хотела бы армана я что-то вы делаете культурная винаша не скажите не скажите манечка вы очень на лице похудели сейчас не так на так на расхват а ну не не скажи не скажи это мы знаем что сейчас хуй на расхват мы уже это увидели некий это не культурно не культурно то что вы доказываете здесь что-то а вот культурные но если вы такая культурная выходи просто и все разве тебя там или или ты моя хорошая тебя потеряла моя девочка или как ты была права на счет орбидола ты мне писала что в орбидоле не написано коронавирус а вот я немножечко так за думаю как же так и выпущенные 1900 ой в 2019 году 1900 вернулась назад 2019 выпуске написано от коронавируса вот посмотрите где вот написано выпуск 2019 там при прям написано от коронавируса а которые выпущены до там это слово вообще даже не упоминается что же это значит господа у меня уже вопрос может быть мошенники а у нас страна в стране бардак просто поменяли там инструкции положили инструкцию в новую поколение лекарств кто его знает но это вопрос конечно этот вопрос это меня ничего сделать не сможем мы не сможем разобраться но на самом деле всем надо бить тревогу и надо пить наверное писать ну министерство здравоохранения что ли или куда-нибудь там я не знаю кто вот этими фармацевтическими но там тоже наверное все скуплено не просто же так я знаю одного человека он с дагестана не буду называть им я никогда даже если под расстрел просто говорю подделывает лекарства может это также вот поддельное что-то планета странно у нас паника остану закрыли сидим дома как нам успокоить себя вы просто успокойтесь и сидите дома никуда не ходите как я делала я у меня же не было паники я веселилась я с вами выходила но иногда ругалась иногда в депрессию падала потому что просто было скучно на самом деле иногда ну что же делать то вот совсем когда ты вот в изоляции 10 дней никого рядом нет походите в эфир и там одна моя знакомая кстати моей подружки дочка сегодня я посмотрела ее света вот у меня есть она вот сейчас она сидит у меня в чате она говорит давайте говорит если нас посадят на карантин я говорит организую виртуальный ночной клуб представьте себе найду говорит диджеев ну в общем все организую для того чтобы мы типа того что веселились круто же идея идея это правда что трава можно объяснить вот и объелась сейчас на самом деле объелась там может быть грамм ну 200 было курица не больше было очень много семечек была очень насыщенная такая это соус вот такой вот соус какой-то с горчицей я чувствую там и горчица есть и всякие разные самая сбитая сбитая такая я ею заправила и так вкусно поела очень вкусно смешно это очень вкусно. Coll submitted очень вкусноmt во всем спасибо Лыбатая сколько критики смеш Sarah очень вкусно смешная ой с гвоздичкой какая вкусная чай с гвоздикой и вот видите гвоздички и прям гвоздикой пахнет эти гвоздички ну ладно я ведь еще эту горбу этой гвоздички не хочу их не хочу потому что аромат все равно есть гвоздики какой-то индийский чай мне сказали с гвоздикой и с молочком советую мариночка за тебя заступаю суток какой молодец молодец ой спасибо тебе советы два города закрыли казахстан официант маски да официант маски и перчатках но я далеко сижу от людей а вот очень все сидят друг от друга очень далеко больше двух метров расстояние так что я не боюсь там слишком много гвоздики мне положили мне не нравится гвоздика попала в рот языка не мела все все гвоздики выловила девочки у нас все он все финансы все кафе при гостинице с рыбками туда выходили помните он закрыт был теперь давайте пойдем а ну давайте завтра туда пойдем это не здесь это в другом месте это на таудине а я нахожусь в самом-самом-самом центре сейчас на чужан не таун армане пошла вон тем более не грозит армане не переживай солнышко давай выходи выходил мое без культуре пускай тебя не беспокоит на него смотреть не надо пока я тебе не сделала перышко в задницу не доказывает ничего не надо не для умных людей кому-то чем доказывать это говорит о твоем пола уме я вот бескультурно это а ты пола умная получается книга привет а и радом привет и рада я думала с книгой перепутала добрый вечер манитистана добрый 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 какие у тебя духе ха 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 ты хочешь мне дух и подарит наркотик флор подари мне пожалуйста селективные я не откажусь главное раз нарасла тут бабок 65 ха 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 я тоже видела как она обзовутся хоть в той вот падай не говорим я купил я купила арбидол так арбидол там написано от коронавируса я ваша ровесница глазки нура зеленский собирает делегацию схуднули здрасте 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 я что-то вот я пролистаю потому что я много чего про пропустила девочки я где-то там наверху ой сколько всего давайте марина а где вы познакомились с сашей познакомилась в инстаграме он мне написал она главная фотография у него была фотография такая с красными шариками как китая развешанная развешивает вот эти вот красные шары с надписами я подумал что что-то из китая потому что фотография была похожа на китай я подумал что кто-то с пекина мне пишет я только приехала с китая я очень скучала по китаю и я написала вискитая из-за этого шариком вот так мы и начали общаться марина я тоже очень люблю друге на наркотик флор попытка номер пять знаю ну так как переводится сумму это название торгового центра как переводится широтон я не знаю как переводится хаят не знаю зачем вы напомнили про сашу теперь песни на три часа это кому я напомнила ну чмок не раз нет сначала наркотик флор а то вдруг обманешь здоровья крепко мариша спасибо моя хорошая центр на центральный универмаг не знаю не я не знаю как так как переводится честно центральный универсальный магазин а вот видишь раньше так называли в честь чего-то какие объекты сейчас просто вот от балды называют и все порчили сегодня вся культуре поговорить вы с какой печки упали и здесь но не говорите хорошо как переводится широтон хаят интерконтиненталь ну дубай молота понятно вот так это переводится также и не мне кажется не переводится кайку куй песня классная дам сухой кашель там или или мира или мира писала допускай чухать а то и пишет господи если им очень хочется доказать что они очень культурные не там они доказывают пускай просто выходят и все я и ербаню спасибо я . это анализе негде сдавать в сухой кишином подвесить во время герой т.к. в сухой кишин Вызовите врача. На горячую ирину, конечно, надо звонить. Кашель сухой, говорят. Да, я, слава богу, не болела. И, не дай бог, мне об этом знать. Ну, как говорят, что кашель сухой, да. С кашель начинается. Я пью индийский чай с гвоздикой и с молочком. Если не были в контакте с теми, кто приехал из Европы, из Китая, бояться, думаю, нечего. Но мы не знаем, кто с ними контактировал. Вот я, ну, какой-то китаец приехал, контактировал в самолете, контактировал по дороге, контактировал с клиентами, контактировал с людьми. И те люди, может быть, и не были, с которыми он уже в России контактировал, не были в Китае, но с этим человеком контактировал и мог и подходить. Поэтому верить сейчас никому нельзя. Сейчас от всех надо держаться. Обниматься, рукопожатие. Это не обязательно сейчас. Вот. Надо держать дистанцию по метру и разговаривать. Так с друг другом. Сухой такой кашель. Температура сильно поднимется. Это правда, чтобы он вам эмлин давал, и вы живете в Китае. Эмлин. Эмлин что такое? Эмолона. А, три миллиона. Это отдельная история, девочки. Но это же, Таня орет об этом. Саша никогда такого не говорил, что он мне давал три миллиона. Это вообще. Это Танечка, Танечка орала. Потому что ей так казалось, и ей тоже хотелось, видимо. Вот. То, что я могу сказать одно. Смех и грех. Прямо три миллиона вместе взятых. Вот вместе взятых. У меня даже пароли были от Сашиных карточек. Я иногда в магазин там ходила за продуктами или что-то. Я даже не то, что в руках я не видела больше 150 тысяч у Саши в руках. Я даже в цифрах, вот в карточках их не видела никогда. А вот цифрами вот в карточках. Откуда что берут? Вот это вообще просто поразительно, поразительно. То, что он на меня тратил, конечно, да, он на меня тратил. Он покупал всякие подарки, там, дорогие, кремам. Я пользуюсь. Christian Dior Prestige. Я и сейчас этим пользуюсь. И с паном, и без пана я им пользуюсь. Вот, я, ну, один раз я купила, господи, оказывается, на весь интернет. Вчера мне позвонили и спросили, было ли такое, что я купила белье на 30 тысяч. Да, девочки, грешна. Я купила себе белье на 30 тысяч Victoria's Secret. Представьте, какие огромные бабки, какие огромные бабки. Была такое, была. Шубу купил, купил. Цветы покупал, да покупал. Но, чтобы он мне давал 3 миллиона, ну, что, во-первых, у меня прям вообще... Вот прям вот так вот отсчитал мне, девочки, вот так вот отсчитал и сказал, на, Мариночка, бери и ни на что не жалей. Вам тоже даст, вам тоже даст, девочки. Обязательно свяжитесь с ним. Вы тоже получите 3 миллиона. Обязательно пишите ему. Попросите. Может, вам тоже что-нибудь перепадет. Сухой кашель, это когда без отхаркивания, когда не отходит мокрота. И я слышала 3 миллиона. Танечка тоже у нее иногда бывает такое скажет, хоть стой, хоть падай. И так за правду видаст это все. Может, она действительно жадная на самом деле у нас особо. Есть грешок за Танечкой, за нашей. Может, она реально думала, что это правда. Потому что я даже скрин могу показать вам, где она. Я говорю, она сказала, что это Саша ему сказал, что он столько дал. Я говорю, а ты почему сказала, что он мне 3 миллиона дал? Ну, когда я помирилась, мы ночью переписывались. Я говорю, Таня, а ты с чего взяла вот это про 3 миллиона, когда ты говорила? Я говорю, всем это растрезвонило. А он сказал, а мне Саша сказал, говорит. Ну, не знаю, насколько это правда, то ли сказал, правда, Саша, то ли не сказал. Откуда я знаю? Ну, факт то, что Таня сказала, мы все слышали. А как Таня об этом узнала, мы не знаем. Она утверждала, что Саша ей сказал. Сказал. Верно, верить не надо, что человек здоровый. Он может быть нездоровый. Здравствуйте, здравствуйте. Как у вас классно там. Я тоже обещаю супчик. Я тоже обещаю супчик из белой фасоли. Вкусненько. Ой, фасоль я вчера готовила. Ой, вкусненько была фасоль. Вкусненько, вкусненько. Вы в каком городе? Я в городе Гуанчоу. Я знаю. Все од Но заводы работают через проходную, толпы народа, кабинет, тесно и душно. Вот и кубеги из-за короны. Да, это опасно, это опасно, да. Мариша, не опасно разве сейчас питаться в общественных местах? Ну вот сегодня, позавчера немножечко так рассмелелась. А я очень захотела японскую кухню и пошла есть суши, роллы в японский ресторан позавчера. А сегодня решила зайти поесть. Но я сейчас здесь очень жесткие меры принимают. Во-первых, во-вторых, это очень элитный бар. Такая элитная забегаловка. Здесь не может быть, чтобы было опасно. Я что-то сомневаюсь, что здесь что-то делают нечисто. Здесь даже вот открытая кухня. Ты можешь видеть, как все это делают. И чистота идеальная здесь. Ага, еще Таня говорила, что вы на деньги каких-то мужиков жили в Тае на карантине. Ха-ха-ха. Но деньги каких-то мужиков. Ведь вы, знаете что, девочки, ведь нахожу я таких мужиков. А вот возьмите и найдите вы. А Мартини утверждает, что меня Жора-Жора пожалела и пригласила. Представьте себе, даже если бы она меня пожалела. А у вас много таких подруг найдется, кто бы для вас так сделала? Вот у вас много таких подруг найдется? Скажите. У меня было в 2010 году, меня пригласили в Израиль, мои подружки. Я взяла с собой 4000 долларов. Думаю, ну я там потрачу, буду тратить. Ну что-то там. Я прихожу, приезжаю, значит, к ним. Смотрю. Они взяли у меня сумку. Забрали мои 4000 долларов. Спрятали их. И все. Я говорю, отдайте, блин, мои деньги. Ни за что. Они мне не отдали деньги. Ни за что. В последний день, когда уже они провожали меня в аэропорт, они мне вернули мои деньги. Они не дали мне потратить ни одну копеечку. Ни одну копеечку. Было такое. У вас найдутся такие друзья? Было. Но это ни к этому случаю не относится сейчас к Зоре. На самом деле сейчас на свои деньги ездила. Ну у вас, господа, найдутся такие друзья? Вот найдутся они у вас? Нет. Я не думаю, что у каждого есть такое. У меня друзья очень хорошие. Наверное, я это заслужила. Не знаю. Не знаю. Может, заслужила. Может, я такой везучий человек. Ну, вряд ли. Это заслуга. Это заслуга, господа. Но потом, господи, в моем возрасте, в моем шашнадцать, если мне мужики оплачивают пятизвездочные отели в Тае, то только похвасталась. Я бы похвасталась. Ой-ой-ой, фантазерки, фантазерки. Это знаете, о чем говорит? Что она об этом мечтает. Они вот кто такой говорит, они об этом мечтают. Они об этом, наверное, мечтают. Иначе как это им в голову приходит? Я не могу понять. И мне говорил право, что алый сын ему два миллиона должен. Про вас и что, алый сын, господи. Вот там шел с Алиным сыном разговор о разнице, там, о ста тысяч рублей, когда я с ним жила. Куда это? А Алин сын вообще очень порядочный мальчик, я вам скажу. Очень умный пацан оказался. Я не знаю старшего, но младший, прям бесподобный у Аллы сын, бесподобный человек, очень хороший человек. Я его не знаю, но поскольку, как они общались по телефону, сколько, ну, как бы, какие у них, какие были дела между собой. Это я все видела, при мне происходило. И он сам прекрасно знает, что у Аллы сын очень хороший человек, очень хороший парень. Так что тоже все, всякую ерунду. Бывает иногда, бывает такое, что иногда Саша передает ему, передавал ему деньги, а иногда он был должен, они между собой там рассчитывались, там, товаром, их что-то, какой-то товарообмен был. Зачем об этом говорить? Для чего? Я вообще не понимаю таких людей, если честно. В 10 раз меньше? В 10 раз меньше. Еще меньше, еще меньше, а не только в 10 раз. То есть я не говоря про продарки, там, по продаркам. Вы представляете, он говорил, что он, кошкиники писал, что он мне сейчас насчитает еще то, что он, на его день рождения мы поехали в этот, как его, в Дубай. И еще за гостиницу он решил мне посчитать, за то, что я в Дубай поехала с ним. Может быть, вот эти вещи он там считал? Я не знаю, как он там считает, откуда я знаю. Такое ощущение, что реально дебилы здесь сидят и дальше работают или... Нет, я уже домой поеду. Ой, девочки, у меня уже заканчивается эфир. Агибалов это Кузин, он же... Он же голодранец. Причем тут Агибалов, Кузин, голодранец. Марина, мне так нравится ваша Бетечка, она такая хорошенькая. Вчера смеялась, как она болтала, интересно, да. У нее, видимо, столько мыслей, что она их в кучу собрать не может, и она все сразу хочет видать. И даже по телефону я, например, разговариваю, разговариваю с ней, разговариваю, она мне отвечает, отвечает. И потом я ее провоцирую, значит. И говорю, вот она мне уже объяснила, вроде я поняла, а потом я делаю вид, что я не поняла. И она мне, вот так вот ручками, и начинает уже несургазную какую-то начинает нести, как вот что-то там, и говорит, что как ты, типа, это не понимаешь, я же тебе уже объяснила это. И вот так вот ручками, ручками, боже мой, места-то там, так смеемся над этим. А ты потому что, как это, я же, что, ты вроде поняла, а теперь уже не понимаешь, это как? Ой, моя радость, моя маленькая.